Всем доброе утро! По традиции начинаем влог в машине. У нас пока светит солнце, но оттудова, вот оттудова, не знаю, кстати, есть ли такое слово в русском языке, наверное, нету, оттуда, идут большие черные грозовые тучи, поэтому нам надо с Янкой все успеть быстро сделать и до дождя. Сейчас мы едем в банк, потому что мне надо оплатить взнос за новую квартиру. Как вы знаете, по-моему, я вам говорила, Янка с вами здоровается с помощью своих куколок, по-моему, я вам уже говорила, квартиру мы приобрели в рассрочку, то есть еще некоторое время мы будем ежемесячно платить денежку. Ну а если вам интересно узнать, можно ли купить квартиру в Беларуси и как это делается, а точнее даже не в Беларуси, а в Минске, то напишите мне в комментариях, я сниму отдельное видео, где подробно вам все расскажу, какие есть варианты, какие есть подводные камни и как вообще это все делается у нас здесь в Минске. Вот, по крайней мере, на своем примере я вам расскажу. Все, машинка чуть-чуть охладилась, да, лампочка уже не горит, что она прогревается, значит, мы можем ехать. Все, приехали мы только что в банк, он находится, в принципе, недалеко от нас, буквально две минуты мы ехали, банк называется Технобанк, где я все оплачиваю, только здесь я имею право оплачивать и, ну, в принципе, возможно и в других банках, но тогда у меня будет очень большой процент с меня еще брать за эти оплаты, за эти переводы, вот, а без процента только здесь. Поэтому все, мы приехали, в банки, скорее всего, снимать нельзя, поэтому не буду сейчас доставать уже камеру. Пойдемте, увидимся с вами уже, когда мы все закладываем. Слушайте, впервые за все время тут была такая громаднейшая очередь, реально сколько, минут 20 мы тут простояли в очереди. Ну, не час, минут 20. Час. Пока, пока все оплатили. И тут уже сразу все тучи набежали, сейчас будет гроза, молния, а Янка хочет в ресторан обедать. Вот, надо ее куда-то завести, покушать. Ровненько к дождику приехали мы, а тут еще какая-то авария, не поделили парковку. Мы с Янкой приехали в Пицца Темпа пообедать. Здесь есть обеденное меню, можно взять что-то из обедов, но такой сегодня обед, который мы с Янкой не едим. Здесь рассольник, ни я, ни Янка, мы его не едим, винегрет, курица с овощами, и мы овощи тоже не едим. Поэтому мы решили взять в детском меню, сейчас вам покажу, что мы будем брать. Ну, сегодня мы будем брать вот такой вот бульон с трикадельками, на второе у нас будет пицца-каруселька, и на десерт мы решили взять вот такие блинчики на шпажке. Так что приятного всем аппетита, кто кушает, и приятного аппетита. Устроить по каждому нашу еду, мы решили устроить три-маркет-челлендж. Я подготовила рисунки, и мы разрешили. Янка не дает мне слово вставить. В общем, Янка нашла где-то три-маркет-челлендж, и смысл такой, что... Берется какая-то раскраска, и наугад вытягивает три фломастера. Вот я вытянула вот такие, а Янка вот коричневый, синий, темно-синий. И темно-голубой. У меня розовый, фиолетовый и красный. И нам надо было раскрасить этими маркерами. Вот у меня получился такой. Нет, посмотрите, у меня красиво. А у Янки получился Василек, а у меня получился какой-то пятнистый... Крокодейль. Пятнистая маргаритка. А у меня, знаешь, у меня... А у тебя Василек. У меня Василек-варчка, которому листики... Они очень много, понимаешь? Вообще, как это... Листики низко, а так бы он вот так сделает. А такой крутой Василек получился. Так что имейте в виду, если вам надо время быстро скоротать, можете поиграть со своим ребенком в три-маркет-челлендж. После вкусного обеда что надо сделать? Мой дедушка сказал бы лечь и поспать. Нет, после вкусного обеда мы с Янкой приехали ко мне в мастерскую. Но сейчас зайдем в панк-руассан. И я возьму себе еще обеденного кофеечку. Точнее, меня Янка будет угощать. Оказывается, она у нас при деньгах. У нее, кажется, есть денюжка. И она мне сейчас будет угощать меня кофе. Привет! Вот, пришли мы в наш любимый панк-руассан. Американо. Один. Выпью кофе и пойдем в мастерскую. Вам говорила еще я вчера, что поеду на склад за цветочками. Но сегодня я все-таки не поеду. Я поеду завтра за цветами. Потому что сегодня, во-первых, уже не успеваем. Во-вторых, там сегодня машина только приехала. Там будет много людей. Я хочу спокойно походить, вам поснимать. Поэтому, наверное, завтра я подъеду. Завтра как раз у меня день такой достаточно свободный. А сегодня мне надо еще добраться до компьютера. У меня очень много по бухгалтерии надо делать. Провести кое-какие продажи, оплаты провести. Коммунальные я еще не оплатила по аренде, по магазину. Поэтому много-много-много дел. Янка, как всегда, привлекает к себе слишком много внимания. Что это ты нашла? Получите бонус на покупки для вашего питомца. Это для тебя, что ли, Янка, бонусы дадут, да? Ладно. Все, мой кофе готов. Привет еще раз, мои хорошие. Я в магазинчике. Любуюсь своей красотой, которая у меня тут есть. Симпатичная у меня такая матиола стоит, пахучая. Такая красивая гвоздичка букетная. В общем, много красивых, хорошеньких цветочков. Ну и еще завтра их будет еще больше. Потому что я вам уже сказала, на склад все-таки поеду завтра. Сегодня тут еще, в принципе, достаточно цветов. Еще есть с чем работать. Есть из чего сделать классный, необычный арматный букет. И меня тут тихонечко стоит, Марина подслушивает. Прячется. Она всегда, когда я начинаю сниматься, она прячется. Не хочет она в камеру у меня попадать. Ничего, я ее все равно успеваю словить. Вот, так что да, заехали мы сюда. Сейчас чуть-чуть побудем здесь. Поедем дальше домой, потому что надо, надо сесть за компьютер поработать. Не все же веселиться и отдыхать. И футбол. Футбол! Сегодня же в 5 часов Россия играет. Яна, Россия с Уругваем играет. Будем... Все равно! Тебе уже все равно? Все, уже футбол не смотрим? Ненавижу. Все, она уже ненавидит футбол. Ну, ты, конечно, вчера за Польшу так болела, так болела, она проиграла. И вообще, Янке сказала, что нам сегодня нельзя болеть за Россию, потому что мы какие-то нефартовые девчонки. Если мы за кого-то болеем, то эта команда проигрывает. Так поэтому, чтобы Россия не проиграла, нам просто нельзя за нее болеть. Либо надо болеть сегодня за Уругвай. Тогда Россия выиграет. Такие вот у нас дела, ладненько, мои хорошие. Рада, рада еще раз вас видеть. Рада вас приветствовать здесь у себя в мастерской. В своей вот этой вот красоте цветочной. Чуть позже к вам верну. Янка пытается подойти к котятам и погладить, а они от него убегают. А я вам уже говорила, у нас тут много-много маленьких котят. Ну, три точно я видела. Но судя по тому, что... О, еще один бежит. Смотрите, смотрите, смотрите. Оп, прямо к Янке, смотрите. Смотрите, какой малыш. Такие милые вам не передать. Они совсем малыши еще. Те, которых я видела, уже побольше. Это, наверное, уже другие котята, мне кажется. Пишет, пишет, пишет. Оп, а Янка и не заметила. Видели? В общем, пока Янка пытается поймать и погладить котят, она у меня девочка такая, очень любит животных, ей очень хочется их погладить. Вот они вокруг, по-моему, они с ней играют, мне кажется. Она приходит, а они убегают, она приходит, а они убегают, она отходит, они обратно бегут. Янка, они играются с тобой. Ты туда идешь, они подбегают к тебе. Да, я знаю, они уже все время, они под машиной у меня. У нас же две собаки, куда нам котика? Решила с вами еще раз поздороваться, сказать вам добрый вечер, потому что уже действительно вечер, уже скоро будет 7 часов. У меня муж уже вернулся с работы, но поехал на почту забирать какую-то посылочку. Он себе заказал, правда, не с Алиэкспресс, вот я обычно с Алиэкспресс заказываю, мне всегда очень нравится. Все, все, замечательно, все приходит, четко отслеживается, а он заказывает через, ой, через приложение, как оно называется. Приложение есть в телефоне, всех этих китайских посылок. Сейчас, секундочку, скажу вам, если вдруг вам это интересно. Вылетела из головы, представляете, совсем я. Джум, вот. Много кто из блогеров, кстати, рекламирует это приложение, вот у меня, может, через Джум заказывает. И, честно говоря, есть, есть какие-то нюансы, но мне не нравится через Джум. Я поняла, что через Алиэкспресс, просто по компьютеру или даже через приложение на телефоне гораздо быстрее, лучше идет доставочка. Вот, так что он поехал забирать какую-то там сумку для мотоцикла, по-моему, он заказал, если я не ошибаюсь. Мы его сейчас ждем и хотим где-нибудь еще вечером погулять. Очень долго мы с семьей решали, куда же мы поедем гулять, кушать или пойдем. Ну, никак не могли определиться. И закончилось тем, что мы решили съездить в торговый центр Европы, он недалеко от нас, а тут есть KFC. Да, Яночка? Нет. Выходи, пойдем в KFC. Не хочешь? Правильно, не надо эту плохую еду тебе кушать. Нет. Пойдем купим тебе помидоры и картошку. Пошли тебе купим. Ну, так пошли в KFC. Так мы с собой возьмем. Так заказать надо, надо купить. А что ты здесь? Может, не знаем, что тебе взять, надо, чтобы ты выбрала сама. В машине тебя оставлять. Что тебе взять? Нагетсы? Ой, я курочку возьму. А как? Почему? Не, Яно нагетсы любит. Не надо ей курицу. В общем, идем к KFC. А куда потом пойдем? В Сибирь снег убирать. В Сибирь снега нету. Мне только что написано в комментарии, что в Сибири плюс 35 градусов. Значит, принесем туда снег, будем его убирать. Ой, Дима, давай с тобой вот туда голову засунем. Ну, давай. Не достанешь. Я попытаюсь. Ну, давай. Мне интересно, как получится. Я не достаю, да? Мне надо подпрыгнуть. А ты влезешь? А ты влезешь? Ну, иди сюда, куда ты пошел? Дима. Ну вот, не получилось у меня с ним сделать красивый сэлф. В пакетики ковыряешься. Какая-то у них трубочка длинная очень и худенькая. Стройная. Много не выпьешь. В общем, взяли мы покушать. И сейчас пытаемся все-таки решить. Такой высокий какой-то у меня. Я либо твоих, твое пузо снимаю, либо свою голову. Одно из двух. Вот. Сейчас пытаемся решить все-таки, куда поедем. И что я хотела вам сказать. К сожалению, Россия сегодня, да, проиграла в матче. Но мы не виноваты с Яной. Мы не болели. То есть, то, что я вам говорила, да, если мы будем болеть, Россия проиграет. Так вот, мы не болели. Мы дома в это время были. Я работала. Яна там сидела. Мультики или что-то смотрела. Поэтому это не мы, честно. Не мы это были. Вот сейчас мы думаем, идти ли нам сегодня за Испанию болеть. Я не хотел ходить на одежды. Может, трубочки очень нужно вещь не потерять. Что там такого? Что вы там разбираете? Дайте мне мою еду. У вас самая голодная всегда это мама. Мама твистер заказала себе. Яна, найди мне твистер. Твистер это такой вот... Игра, которую мы Соне подарили. Нет, это такой бутерброд. Вот такую штуку я себе заказала. Как я люблю вот эту всю гадость. Вот это моя еда. Что, остренькая курочка была? В общем, идем в детский магазин, который называется Буслик. Янка, как всегда, затребовала ей шарик Лол. В общем, заехали мы в детский магазин Буслик. Это сеть магазинов. У нас здесь в Минске, не знаю, возможно, во всей Беларуси. Здесь и игрушки, и все, что надо именно для деток. В свое время Янка, когда была маленькая, я только здесь покупала детское питание, памперсы. Вот, в общем, все. И сразу же нашли мы шарики Лол здесь оригинальные. Яна только оригинальные сейчас хочет шарики Лол. Но, к сожалению, так как мы уже много где их покупали, и здесь они оказались самыми дорогими. Вот, поэтому сейчас мы думаем, будем их брать или нет. А вообще я хотела обратиться к производителям шариков Лол. Вы знаете, я так часто в своих видео в последнее время о них говорю, ну, потому что у меня Янка просто помешалась на них. Ну, может быть, вы мне хотя бы один пришлете подарок для Янки к ее дню рождения. Вот. Я не попрошайничаю. Просто, просто их, они такие дорогие. Мне кажется, раз их покупать, это так болезненно. Пока мы ходили по магазину, мне птички... Они себе в дворе это еще сделали? Нет, с этой стороны они мне во дворе не сделали, они с другой стороны мне это сделали. А вот сейчас именно свеженькое. В общем, птички мне тут пометили мою машинку, Ну, вы знаете, я считаю, что это к деньгам. А может говорить, что это к мойке. А вы напишите в комментариях, к чему это, к деньгам или к мойке. К мойке появятся деньги. Нет, у меня тоже будет много денежек. Наверное, какой-нибудь крутой клиент ко мне завтра придет. В общем, приехали мы домой. Приехали мы домой. Янка вся в расстроенных чувствах из-за того, что мы ей не купили шарик, шарик лол. Ну, кто знает, у кого есть дети, кто знает, что это за шарики, сколько они стоят. Я думаю, те меня поймут. Потому что, действительно, самый-самый-самый маленький шарик стоит в пределах 15 долларов. Те, которые уже побольше, покрупнее, у них цена там до 25 долларов доходит. Поэтому каждый раз, конечно же, очень-очень сложно купить такую игрушку. Поэтому ничего удивительного. Идем домой. И даже не знаю. Даже не знаю. Возможно, уже будем дома. Поэтому давайте на сегодня буду с вами прощаться. Завтра обязательно увидимся. Спасибо большое, что ставите лайки, что пишите комментарии, подписывайтесь. Напомню, для тех, кто забыл или смотрит меня впервые. Меня зовут Толя. И до завтра. Пока-пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока. 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 Продолжение следует...